На полтора века Монрепо Парком Монрепо Через эти ворота в усадьбу проходили наши гости А также люди, кои желали отдохновения в Монрепо Правда, некоторые гуляющие позволяли себе ломать ветки Топтать траву, рвать цветы Оставлять надписи на павильонах и скульптурах И приходить в парк с собаками Навязчивость и неприличное поведение баловливых посетителей Побудили меня в 1828 году ввести штрафы И запретить вход в парк с собаками Камень рядом с воротами С ним связаны теплые семейные воспоминания В 1798 году я, желая удивить своего обожаемого отца Сделал ему сюрприз Удалось мне это не без помощи Иоганна Бестерфельда Нашего садовника Мы организовали на сём камне китайский зонтик Модную беседку в стиле шинуазри С которой, к тому же, открывался чудесный вид на парк и замковый остров Отец нашёл идею забавной и прозвал наш зонтик китайским шампиньоном Усадебный дом, где мы жили и принимали гостей Мама писала мне о нём Это будет очаровательный дом Очень удобный, выполненный с прекрасным вкусом Во всём Выборге не будет подобного Таким он и получился Красивым, удобным и уютным Некоторые гости называли наш дом дворцом А отец писал о нём Жилой домишко Скромный, деревянный В нём жили, рождались, женились пять поколений нашей семьи Отец поручил работу по благоустройству нашего дома своему другу Джузеппе Антонио Мартинелли Из окон усадебного дома открывался очаровательный вид на долину Розенталь Цветущую в середине лета прекрасными парковыми английскими розами и шиповниками Аромат роз в ветреную погоду порой достигал и дома Для того, чтобы защитить это место от наводнений Построили дамбу, которая служит долине Розентальней с укуршимой крепостью и опорой Совсем неподалёку к прибрежным островам ведут два лёгких белоснежных мостика Похожих на раскрытый китайский веер Их спроектировал и построил милейший старик Мартинелли А чуть севернее вы найдёте уединённый уголок, особенно дорогой моему сердцу Помпушенко Так называла меня мать, склоняясь над колыбелью Сей остров — моё первое ещё детское творение Вложив всю свою нежность и любовь к родителям Я создал настоящую ландшафтную композицию из хаотично разбросанных камней И с гордостью представил им Моя матушка полюбила это место Она часто приходила сюда, читала мои письма и вспоминала обо мне Ведь часто я находился вдали от семьи От Монрыпо На небольшом островке среди величественных сосен На холме высится мраморная колонна, на цоколе которой некогда была надпись «Цезарь подарил нам этот покой» Колонна в Монрыпо — дань признательности российским императорам Павлу I и Александру I Благодаря императору Павлу Петровичу мой отец оказался в России И после многих лет безупречной службы возглавил Академию наук и получил своё владение Монрыпо А благодаря императору Александру Павловичу отец получил долгожданную отставку Судьба подарила ему 17 лет для жизни и творчества в любимом Монрыпо Мостик через пруд ведёт нас к хижине отшельника Такие хижины были популярны в английских пейзажных парках второй половины XVIII века Они напоминали о значении обычаев простой, праведной и благочестивой жизни О том же говорили иллюстрации из Библии, украшавшие стены хижины Монрыпо по замыслу отца должно было стать садом познания Путеводителем по мировой истории, философии и литературе, объединившим в себе самые разные культуры Продолжая его мечты, я поставил в ущелье святого Николая статую сказителя, финского орфея, отца песен, старца Веня Мёнина Статуя сразу полюбилась посетителям парка и стала одним из символов Выборга и Финляндии Без него очарование Монрыпо было бы неполным Паульштайн одна из первых построек Людвига Генриха Николая в Монрыпо Это любимое место моего отца, его кабинеты и творческая мастерская Мама писала мне Маленький домик, носящий ваше имя и предназначенный для вас Очень милый, привлекательного вида, но чтобы сделать его для вас еще более приятным Там был разбит маленький сад, который вы сможете устраивать на свой вкус Увы, давно утрачен павильон Паульштайн Но на его террасе, как и прежде, устроен маленький садик, высажены кусты акации и сирени И как прежде, с Паульштайна открывается восхитительный вид, который когда-то радовал моего отца Я еще не видел, как получилось поле под Паульштайном Однако мне пишут, что получилось настолько красиво, что про себя я называю это Елисейскими полями Мои родители в любви, согласии и терпении прожили 44 года Отец лишь ненадолго пережил мою маму Ее не стало в июле, а его в ноябре 1820 года Немало хлопот было, когда я задумал перенести останки моих родителей с кладбища Сорвале на остров Принадлежащие нашей семье Я назвал этот остров Людвигштайн Камень Людвига И посвятил его отцу, как он некогда посвятил мне Паульштайн Березовая аллея, ведущая от подножия скалы к паромной переправе на берегу Она вечно связала наши души Я, моя рано покинувшая меня супруга Мои дети и внуки нашли свой последний приют на скалистом острове Это место нашей семейной памяти всегда было скрыто от посторонних глаз Лишь издали могли гости Монрепо видеть мрачные очертания капеллы Людвигсбург И слышать плачу оловы арфы в стенах грота Медузы Вселяющий священный трепет перед лицом неизбежного Время безжалостно Что может противопоставить ему человек? Мы не живем и века, а память о нас может стереться и того быстрее Мой век прошел, но я с гордостью смотрю на то, что даже спустя 200 лет Монрепо не забыто Время, запустение, безразличие людей Все это не смогло уничтожить наш парк Он все так же является местом отдохновения Местом, где любой может найти для себя что-то близкое Прогуляйтесь по дорожкам Монрепо Навестите самые потаенные уголки этого сада познаний Вдохните воздух, в котором смешиваются дивные ароматы цветов Море, свежего северного ветра, а потом прислушайтесь Может быть, среди шелеста листвы и далеких разговоров посетителей Вы услышите нас Тех, кто однажды уже гулял здесь Услышите нежные и едва заметные напевы кантели Услышите не то прибой, не то грозное эхо истории Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok